Мушки на белом потолке Ну, это лепья точку поставил Мошки Сама ты мошка Мушки на белом потолке Ну, это лепья точку поставил Мошки Сама ты мошка Доброе утро, мои хорошие! Затеяли мы ремонт. Или я его называю просто косметический ремонт. А может и не косметический. Нам нужно было утеплить крышу нашего крылечка. Там, где я всегда готовлю. Ну сколько ни топи. Там у нас стоят две батареи. Сколько ни топи, сколько обогревателя ни ставь. Если крыша не утеплена, то понятное дело, что все тепло уходит наверх. И видно, что тепло уходит наверх почему-то в январе, феврале, в марте. Когда вот такие сосульки метровые просто свисают с крыши. И в сегодняшнем видео я покажу, как мы с Сашей утепляли крышу вдвоем. Никого не стали нанимать, потому что... А также в сегодняшнем видео по моим, по многочисленным просьбам моих подписчиков, а в частности, Светлана Смирнова у меня попросила показать или написать рецепт, как я готовлю пастилу яблочную. С удовольствием с вами сегодня поделюсь. Ролик, наверное, будет длинный. И я сегодня бодрая. Я сегодня причесанная. Ну, я почему-то так смеюсь, потому что... О, кстати, смотрите, как видно. Как будто, да, я все время говорю, я все время так становлюсь, как будто у меня такая шляпа с омбреро, да. Я себя вижу просто в камере. Просто когда я вчера начала монтировать видео, я посмотрела, боже мой, какая-то я зачуханная, непричесанная. Это замотанная, ну, естественно. Ну, в общем, приятного вам просмотра. Хорошего настроения. Готовьте яблочные, грушовые, повидло, пастилу. Это делать очень легко и просто. И главное, вкусно. И главное, что без сахара, без консервантов. Шифер, видите? Отзираем вагонку. А вагонке уже, наверное, больше 50 лет. Это еще здесь был пионерский лагерь. Мы, короче, эту вагонку... Тих-тих, Саша. Короче, нам надоела старая вагонка. Я имею в виду вот эта вот белая вагонка. Вот ей уже больше 50 лет. Да. Безопасно везде. Там нету денег. Не знаю, сейчас, может, склад какой найдем. Какой у нас склад? Кто бы его к вам закопал только? Ты бы кепочку одел, что ли, Саша? Чего? Кепочку бы одел. Все равно идти в душ сегодня в баню. Кепочка, не кепочка. Ага, у нас сегодня банный день. Я поняла. Уж не банный, но душевой точно. После такой... Ломать не строить. Завтра уже будет чистая работа. Сегодня грязная. А завтра уже будем позаниматься. А здесь еще дом построить можно. Сарай. Сарай еще можно построить. Тихо, ты совсем-то, Саша, не доламывай. У нас просто косметический ремонт. Хе-хе-хе-хе. Да. Просто захотели поменять потолок. Да, мне потолок захотелось поменять. В результате сейчас дойдем до фундамента. Самое приятное ломать все-таки, а? Потому что ощущение новизны. Ты ждешь чего-то нового. Ты прощаешься со старыми устоями, со старым... Осы. Ну, осы у нас здесь всегда. Что-то вели, какие-то гнезда. Боже мой. Чего только... Чего только наш дом не видывал. Сколько уже реконструкций, сколько ремонтов. Выноси, сказал. А вот там вот шифер. Вот из чего наш дом. Шиферный дом. Ничего стоит. Убираем электричество. Подвешиваем. А! Ну ты молодец. Прям на меня. Молодец. Чего ты там стоишь? Я оператору. Оператору всегда больше всех достается. Саша подсказывает, что в Пейнерском лагере он с 50-го года. И вот эта вот вагонка, ей 70 лет уже. Она, видимо, будет очень хорошо гореть у нас в печке на растопку. Смотрите. Это гнездо ос. Это у нас вот там было гнездо ос. И, по-моему, оно не одно. Сейчас. Вот еще там маленькое гнездышко. Вот такое вот. И вот хотела показать, как напортачили нам строители, которые утепляли наш дом. Они нам делали вот такой навесик. И забыли, видимо, его утеплить. Куда подъем? Куда подъемте? Вместе подъемте. Ну, я и так вижу. Я и так достану. Я и так достану. Чтобы показать. Ну, вот видно. Конечно, холодно. Естественно, холодно, когда ничего не утеплено. Кругом одни дырки светятся. Вон улица видна. Поэтому и холодно всегда. И сколько ни топи, всегда будет холодно. Вот, смотрите, сколько еловых, сосновых иголок накидало нам под крышу. Так что рабочих всегда нужно проверять. Как они там утеплили, как они там закрыли. В общем, мне это как бы не очень нравится. И я не то что подрастроена. Я реально расстроена. Поэтому и холодно. Хорошо, что снег хоть не задувает. А вот сейчас исторический момент. Когда я говорила, что наш дом построен из шифера. Все думают, что такое шифер. Вот такой вот плоский шифер. Вот, Саша. Вот, теперь утепляем. И здесь будет моя спальня, я так поняла. А не кухня. Будет очень тепло. Сегодня буду готовить очередную партию яблочной пастилы. Совсем гнилые не буду брать. Это просто упало яблочко. Оно тоже нам пригодится. Вернее, не пригодится, а сгодится. Соседи отдавали мне груш. Ну, такие еще они относительно крепенькие. Они тоже нам сгодятся. Ну, вот такие вот яблочки. На улице по-осеннему тепло. И я вышла все-таки на природу. В доме не хочется мне быть. Шумно. Вот, смотрите, разобрала яблоки. И я не очень миленько порезала. И ставлю минут на 20, может быть, даже меньше, на газ, на тихий огонь. Я готовлю в эмалированной кастрюле, в алюминиевой кастрюле. Потому что в эмалированных кастрюлях пригорает яблочное пюре. И понятно, что когда мы будем взбивать блендеры, можно повредить эмаль. Дела огородные. Что у меня здесь? Я вскопала. И посадила так называемые сидираты. Видите, уже здесь на этой грядочке я плела. Взошла горчица. Взошел клевер. И самое интересное, что у меня здесь растет лучок. Яблок много в этом году. Они у меня отдыхали в прошлый год. А в этом году просто шикарно. Так, вот смотрите, до какой консистенции. Хватило даже 20 минут. Вот такая консистенция яблок. Практически пюрешка. И сейчас можно взбить уже блендером. Легко и просто взбивать. Если будут яблоки жесткие, зеленые, то, конечно, время для того, чтобы такое было пюре, должно быть около 40 минут. Вот такая пюрешка. Повторюсь, без сахара. Можно добавить ванилин по желанию или можно добавить корицу. Тоже по желанию. И теперь по опыту. Я не говорю, что это правильно, но по моему опыту. Я вниз кладу любую салфетку впитывающую. Застилаю противень фольгой. Почему я кладу вниз салфетку? Для того, чтобы не было конденсата. Ну, это лично мое наблюдение. Многолетнее. Ну, в общем, все. Застилаем фольгой. Так, у фольги две стороны. Честно говоря, не помню. Мне кажется, вот такой глянцевой стороной нужно выкладывать. И тогда легче снимается пастила. Толщина слоя должна быть сантиметра полтора-два. И в духовочку ставим на несколько часов. Вот так вот. Температура должна быть 20-25 градусов. Если у вас есть баня, то потом можно досушивать. Естественно, в бане температура 40-45, прям в парной. Как это делаю я? Никакого электричества не напасешься. А я уже 10-12 ведер уже сделала. Еще столько же буду делать. 10-12 ведер яблок. Так, вот смотрите, 20-25 градусов. И должно быть вверх и низ. Видите сразу конденсат? То есть здесь нужно постоянно открывать и протирать стекло с той стороны. Потому что понятно, что конденсат здесь у меня на полтора часа. В принципе, я подхожу каждый час, открываю и посматриваю, как там дела. Так, ну а здесь осталась женская работа. Поднести, убрать. И завтра будем делать потолок. Так, Чаля, отходи, а то у меня сейчас будешь... Не белым, а серым. На самом деле я люблю ремонт. Перемены к лучшему. Ну вот, немножечко покажу. Утеплили. Обрешетка. И самое приятное... Это чистовая работа, я считаю. Это самый приятный, когда ты уже видишь... Вот, вот, вот. Осталось еще, ну, где-то два денечка. И мы все сделаем. Ну, а сейчас я хочу показать, что получилось. У меня из груш и из яблок пастила. И у них разный цвет. У груши чуть посветлее. Из яблок ярче и потемнее. Вот, это груша. Видите, как легко отходит. Вот, я вспомнила. Нет, опять не пойму, с какой я стороной. Ну, в общем, методом проб и ошибок. Видите, какая легкая пастила получается. Так, это яблочная у меня пастила. Вот, видите, так вот. И вот она, яблочная пастила. Тоже легко отходит. Видно. Угу. Вот. Легко сворачивается. В общем, у меня очень много, очень много. А вот этот случай, когда пастила горит с одной стороны. Тоже видно, да? Ну, ее можно срезать. Это когда я включила, наверное, на 50 градусов или на 45 плиту. 50 градусов можно только в бане сушить. Ну, вот так тоже бывает. Наготовила я очень много. Вот, поверьте, что... Много, что я уже раздала, передала. Верочке на свекрови передала. Тоже вот мне. Главное, захотеть. И не лениться это сделать. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Двумя руками у меня получилось Практически стыков не видно Я думаю, что мы справимся с Сашей вдвоем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok